купили мы килограмм свежих белых грибов хотим посушить еще купили маслят насушить будем белые будем сейчас их чистить у них все такие грязные дождь видимо был будем сейчас чистить сейчас покажу вот эту пену губку вот эту мы счищаем потому что много всегда в песка в ней даже после промывания вот она конечно тяжело очень счищаются ну и шкурку естественно сверху тоже ну что делать будем сидеть счищать дальше покажем что будем делать вот такими слайсами порезали белые грибы вот три часа у нас сохли сушились грибы еще всю ночь остывали такие вот они стали сейчас буду складывать в мешочек их пока еще лежат еще остальные пол килограмма белых грибов отдыхают но мы их тоже в духовку отправим что не начали конечно подсыхать но боимся что заплесневеет лучше в духовке нам очень понравилось напоминаю на 60 градусах мы их три часа сушили какой мешочек получился с пол килограмма белых грибов вот такой мешочек я его сложила да еще мы купили вчера два килограмма маслят почистили их вот самые красивые выбрали подвесили сушить на улице точно также почистили как я вам показывала и белые грибы повесите тоже пожалуйста куда-то здесь и вот еще оставшиеся маслята ну конечно с двух килограмм килограмм двести это мусора и мочалки в смысле шкурки и мочалки вот будем жарить картошечку с грибочками что ничего это место рискнул пожарила я картошечку с грибами на дорогу до пробуем накрывать пока на место а я не за накрывать его запарить давай пробуем соль соли данный ранее хотать ну каждую же сам себе что на это будет совсем жирно я пришел положу в тарелку кусочек сливочного масла сверху картошки вообще будет вообще у нас тут осенний уголок топик уже оделся тыквы купили хэллоуину грибочки уже почти отсвели наши цветы будем их пересаживать что что все вы еще тут коптит шпроты что ты хочешь сказать о поводу осеннего настроения нормально осень а ряд доме осень херовая не не правда если такая как у нас то классно талян талян грибы тыквы копченого все как положено ну пусть он попрыгал покажи что за день сутки уже нельзя не услышит вот послушай слышишь подсохли уже когда вы видели что поливковое масло застыло под теплой водой а потому что это домашнее масло мы на гипре покупали и поэтому наверное она застыла теплой водой оттаять вот хреновое что она застыла я не знаю смотрите какие у нас шпроты получились и наклейку сверху где-то севы рецепт шпрот смотрите в прошлом видео наехали что мы не показали как мы подошли кальмар вот такими кусочками мы его порезали цельный кусочек вот где-то вот такой вот это самый крупный кальмар который продается у нас в городе или мы коптильню пока где-то до 70 но еще и думаю дойдет до 94 градусов и положили наш кальмар обязательно чтобы не прикасался друг другу чтоб с каждой стороны корочка появилась вот уже появляется коричневый цвет обязательно водичка под кальмаром чтобы он влагой насыщался чтобы был мокренький а какие супы ничего мы вам такого сложного рассказать не можем потому что в принципе кальмар то самое простое что можно других коптильных тяжелее конечно мы же по наше рассмотрим смотри я прокоптил первый раз под миской до ушла влага не были важны миску я убрал положил свежую щепу вторая закладка вот они с одной стороны стали уже копченые то есть на другой коптильне но на любой другой тоже у вас должна быть обязательно жидкость в закрытом виде но если это коптильне вот это стоячая проходным дымом там жидкости не будет в такой то надо ставить миску носите вот это не с проходящим а закрытой именно то должна быть жидкость вот в такой-то жидкость ничем не мариновали не солили вообще поэтому кальмар самое простое а вот сверху вот лишь я свежую положил но напоминаем как 100 мы ложим его фольгу чтобы она не горела и намокшую выяснили что коптить обязательно кальмар надо крупный и толсто нарезанный потому что мы положили вот какие-то узкие куски мы положили в прошлый раз мелко нарезанный и он просто высох вот как вот этот кончик вот тоже надо его убрать уже кончик просто высох и все будет все не просто такого сушеный кальмар не копченый поэтому только крупный поднялась температура сравнение с не готовым всем снимаем самый красивый кусочек даем на пробу белья и 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 Наши конвертики готовы. Будут ждать своих. Можно дарить друзьям, знакомым, родственникам. Ну, любые праздники держите. Ну, эти в Херсон едут. Иди к папе. Иди к папе. Мы же стол накрываем. Гостей ждем. Так, у нас сегодня для гостей копченая скумбрия, копченый кальмар, картошечка с грибочками, со шпротами, бутербродики. Там еще чебурети сейчас будут жариться. Так, что у нас еще сегодня? Что у нас еще сегодня на стол? Бутербродик со шпротами. Я уже сказала. Копченая скумбрия. Да. Кальмары. Да. Что там? Еще шпротики готовятся. Картошка с грибочками. Да. Все сказала. Этот. Что? Ром, водка. Ром, водка и жареный тобик.